В регион поступил очередной транш препарата для иммунизации населения против COVID-19 в размере 11 200 доз. Вакцина распределена по всем территориальным поликлиникам. Желающих привиться по-прежнему большое количество. Многие приходят уже за вторичные дозы препарата. В феврале я делала первую, и, соответственно, второй компонент сейчас делаю. Я считаю, что ее нужно сделать, потому что, на самом деле, заболевших очень много, среди знакомых и так далее. И я прямо даже не думала, и мы хотели прямо сделать все. И сомнений вообще никаких не было. У нас сейчас такая большая волна коронавируса, наверное, стоит привиться, так как повышает все-таки, я считаю, шансы остаться здоровым в данной ситуации, в условиях пандемии. Если раньше ввели журнал записи на получение вакцины, сейчас очереди нет. По предварительной записи можно прийти и сделать прививку. В поликлинике номер один имени Кирова активно продолжается вакцинация работников медучреждений, сферы образования и социальной службы. Первый компонент вакцины получили уже более 3,5 тысяч человек, а второй – 1800 пациентов. Стоит отметить, что из всех привитых 55% составили лица старше 60 лет. Они более активно идут на вакцинацию, потому что у них больше показаний и больше сопутствующих различных хронических заболеваний, которых нужно как бы предотвратить, чтобы они не болели у нас коронавирусной инфекцией. Ход вакцинации лично проверяет губернатор, который не понаслышке знает о главной болезни 2020 года. Фактически можно вакцинировать как 100%, в том числе и переболевших. Если в первых методических рекомендациях нам было запрещено, скажем, ограничено вакцинацией, нам требовалось брать анализ ПЦР, требовалось брать анализ антитела, в настоящее время и не требовалось. Попасть на прививку против COVID-19 можно через запись по телефону 122 или госуслуги. Также можно обратиться в территориальную поликлинику, в регистратуру или к участковому терапевту. Основными противопоказаниями являются возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания. Тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам вакцины, период обострения хронических и инфекционных заболеваний тоже служат запретом к вакцинации.